Приветики! Сегодня 14 февраля и тот редкий случай, когда мы с Сашей выбрались куда-то вдвоем. Саам алейкум, пацаны! Короче, на 14 февраля он мне подарил два букета. Вопрос, для кого был второй? У меня тоже есть для него подарок, но я пока не решила, буду я ему дарить его сегодня или на 23 февраля. Жопку какую-то нарисовал. Да не надо! Блин, грязное стекло, ну ты че, дурак? Так, саам попробуем. Наливаем немножко молочка. Думаю, сожрать бы мне вот этот... Ладно, не буду. Забавно, у меня вот стоит здесь стул, и это ни в коем случае не по интерьерному фэн-шую, это я вчера снимала тик-ток. Кстати, подписывайтесь. Никогда не думала, что это я скажу, но у меня вчера взяли интервью ребята из тик-тока, а вечером я пришла и записала тик-ток. Думаю, почему бы, собственно, и нет. Мне уже надо бежать, на самом деле, делать кучу дел, но перед этим я сделаю не менее важное дело. Я расскажу, какие продукты я использовала для этого макияжа. Итак, я начала с консилера Estrada, он легкий, светлый и не забивается в поры, окей, супер. Мы его растушевали кисточкой Fenty, она не предназначена для этого, но тем не менее мы это сделали, и сейчас мы ее отправим в стирку. Бронзер, Том Форд, вот он. Л'ultime brunzé, l'ultime putre brunzant. Вы знаете мой французский, да, он потрясающий. Мультипалетку Sephora, я использовала Sephora, Sephora. Sephora или Sephora? Девчонки, напишите в комментариях, как правильно говорить, Sephora или Sephora. Розовые румянточки и розовый хайлайтер, вот этот он просто потрясающий, мне он нравится. Тени, Max Factor, вот эта палетка суперудобная, она мне безумно нравится. Этот оттенок, этот оттенок, этот оттенок, немножечко вот этого. Да, она вся хорошая. Кисти у меня Real Techniques для лица, это для румяшек, это для бронзера. Кисточки Sephora или Sephora. Дальше, карандаш Urban Decay в оттенке Viper фиолетовый, просто бомба! Ну и тушь, про которую я говорила миллион раз, это L'Oreal Ecstatic. Вот такая, она с маслами, очень классная. Смывается, правда, тяжело, ее смывать надо именно L'Oreal с кинцеляркой, ну или UltraCuticals, просто прямо придется поработать. Все, я побежала собираться и, короче, пойдем. Сидим с Сашей, обсуждаем наш клип «Люби меня, люби». Я сказала, что надо сейчас выложить в сторис, потому что сегодня идеальный день для того, чтобы еще раз пересмотреть этот клип. Надо в этом году сделать еще одну совместную песню. Почему совместную? Потому что, чтобы я хотя бы мог ее исполнять на своих концертах. А то мы ее запишем, и в итоге я все, я от нее выступаю. Почему здесь обложка Мии в Шазаме на «Люби меня, люби»? Может быть, потому что Мия поет мою песню на твоих концертах? Вообще-то это не твоя песня, правильно? В смысле, не моя. А моя. А я правильно понимаю, что у меня на нее вообще никаких прав нет? Ну, документальной, конечно, нет. Вот так вот, ребята. Поешь, делаешь хит, а потом не имеешь на него никаких вообще прав. А можно рассказать идею, которая мне пришла в голову, или нет? Вчера. Мне. Испанская? Да, спасибо. А где я вообще сказал? Ты сказал просто, что надо петь на испанском. Я тебе говорю, блин, как раз я сегодня в машине ехала и думала про то, почему у нас никто не поет на испанском. И потом я перевела песню и спела ее на испанском. А ты сказала, о, классно, надо тебе ее спеть на испанском. Да, можешь еще раз все спеть? Байламос. Байламос. Сейчас я посмотрю. Амаме, амаме, фуэго кариэнте, ночей тякорасон артиэнте. Напишите в комментариях сейчас, нужно ли Маша спеть на испанском. Если да, если будет реально много комментариев, то я заморочусь, делаю аранжировку, Маша споет песню на испанском. Любую? В смысле, целиком подписанную, написанную под меня или люби меня, люби, перебоем на испанском просто. Люби меня, люби на всех языках мира. Ни шутка. Ой, блин. Так, моя задача сегодня с собой взять вообще все, что только можно, потому что я хочу по максимуму поработать. Для этого мне нужна большая сумка. У нас есть сумка. Мы в эту сумку кладем комп с зарядкой. Пенал. Мы берем с собой переходник. Планер. Как дела? Дальше косметичка, пудры, чеки. Обычная косметичка, пудры, чеки. Расчесочка, капли для глаз, для линз. Кстати, мне надо найти линзы, где они. Наушники, санитайзер, паспорт, бабки, карточки. Динги, 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 динги. Семь шагов к стабильной самооценке. Так, мы берем мой телефон. Мы берем телефон с чатом для клуба. Так, все, кольцо надеваю, духом пообширкалась. И гоним. Рубрика Unpacking с одной рукой. Ну не сейчас давай, у тебя не получится. Отпаковать, наверное. Получится, знаешь почему? Дома сделаешь. Потому что у Farfetch'а вот такая тема появилась. Почему тебе вот что-то так коренько, а? Чтоб ты помог. Ого. Все? Спасибо. Я купила то, за что голосовали мои подписчики. Так на отношениях. Славой? Ты будешь трендсеттером. Блин, ну вообще это тема. Новая коллекция Витмо. Ну все, я выключаю камеру. Можно ехать. Коллаборация Витмо и Гуччи. Да. Нормально? Красиво. Да, и Мари, как дела? Маша, даже вот такие полиэтиленовые дужки идут. Стой. Да что, блин? Бери пакет. Какой? Этот. Это для меня, для моего канала, если это на 14 февраля. А это не на 14 февраля. А что это? Да просто так. Да это на 14 февраля. Ни хрена, снимаем на мою, потому что у меня тема 14 февраля. Блин. Маша прокололась и взяла с собой подарок. Это мой подарок на 14 февраля. Ну потому что в итоге-то мы хорошо провели этот день. Отлично провели. Вау, да ну, серьезно. Реально не жил. Да? Кур 11 US? Нет, блин, 39 размер взяла. Это реально топ. Это реально топ. Сейчас пацаны, вы просто, наверное, у вас свина потекла, как у меня. Мне тебе нравится? Вообще жил. Спасибо тебе. Наноси на здоровье. Ну все, поехали. Сколько можно разворачивать тут вообще? Слушайте. Блин, а 14 февраля не такой-то плохой практик. Продолжается наше 14 февраля. Мы теперь в заведении, где бачки будут. Классно провести время. Да? Да, мы пришли играть в фифу. Я смотреть, а пацаны играть. Это Ветель. Ветель дружит уже много лет с Саней. Он не публичный человек, он боится каверы смотрел. Он не публичный человек. Я сразу на себя красный становлюсь. Он одинокий, кстати. А он же не факт. Не факт? Вот, скажи, пожалуйста, если бы ты пришел сейчас сюда без Саши и увидел бы, что за тем столом сижу я с другим парнем, ты бы написал Саше? Конечно. В 10 миллисекунд. Я видео снял бы еще и все сделал. Видео снял бы, отправил бы ему? Нет, ну у тебя другой статус. Ты жена, я к этому отношусь немножко другую. Жена всегда жена. Ты по-другому бы задай вопрос. Если бы ты Ветель пришел, увидел бы меня с телкой, ты бы написал бы Машу? Нет, конечно. Почему? Красава. Ты тоже не обсуждается. Конечно, нет. Ну, типа ты там с дружбанкой. Ну, Саша, по бизнесу я сижу договариваю. Да. Конечно, по бизнесу. А если он сидит с ней и целуется? Нет, ну это, наверное, какая-то промо-оттерша. То есть это нормально, да, для Сани, промо-оттерши так сидеть? Если бы, допустим, ты увидел мою подругу, нет, не так, мужа моей подруги с другой женщиной. Да, Маш, мы уже другого, мы поколение другого. Твои действия? То я бы сделал бы так, вот, а если они там сидят, я бы так. Да зачем лезть вообще? Ветель, если ты когда-нибудь Машу увидишь с парнем, с другим, не пиши мне. Хорошо, Саня. Он напишет мне. Я спросила тут ребят. Да. Что бы они делали? Без нас. Да. Знаешь, что они ответили? Серьезно, нет? Спасибо. Нет. Я хочу спросить про... Надо ли палить измены или нет? Ладно, перейдем сразу в лоб. Если ты увидела, допустим, мужа своей подружки с кем-то другим, ты скажешь ей об этом? Нет. Почему? Потому что это меня не касается. Ну, а если он увидел, что ты его увидела? Это уже касается его. Муж твоей подруги с какой-то дамой. И ты его увидела. И он увидел, что ты увидела. Тогда ты... Ой, смотри, не она! Тогда я. Если я увидела... А он тебя делал, что я увидела. А, окей. Здесь мы вставим фрагменты сериала «Друзья», что... Максимальная, так сказать, позиция, что... Ну, как бы, я от этого... То, что меня прям не касается. Но это моя точка зрения. Да нет, у тебя правильная точка зрения. Потому что Оля правильно сказала, что в отношениях может быть все, что угодно. И если что-то случилось, то всему есть причина. Иногда она грустная, конечно, к сожалению. Иногда она... Ну, блин. Так случается, что... Так случается. Но я поддерживаюсь тоже позиции, что лучше не говорить. Не влезать и вообще оставить этот... Как будто бы ты этого не видел. Но если спросят, не врать. Я... Долго думала, во что превращать свой канал. Потому что есть у меня формат общения с девушками, который меня вдохновляет. Но тут же я понимаю, что в этом формате не всегда получается мою позицию во всем объеме. Высказать, как я бы хотела. Потому что все-таки хочется уделить больше внимания гостю. Тем не менее, мне очень сложно снимать влоги. Потому что мне кажется, что все, что я делаю, моя жизнь, ну кому это будет интересно. А потом я думаю, блин, ну я же так клево живу, интересно. У меня какие-то переживания, какие-то мероприятия, все такое. Наверное, это тоже интересно показать. Что со мной случилось на неделе? Во-первых, у меня была очень насыщенная суббота. Я была сразу на двух юбилеях. Один из них был у Сашины мамы. Мы прекрасно, потрясающе поужинали. Было очень душевно. Я пообщалась с подругами мамы Саши. И это тоже было таким приятным впечатлением. Потому что женщины все очень классные, интересные. С утра до того, как я была на этих юбилеях, я побывала на пресс-завтраке у Кати Адушкиной. Мы с ней не очень хорошо знакомы. Мы участвовали в одной съемке, в съемке программы на 14 февраля, год-два, что ли, назад. И вдруг она мне написала, она говорит, что я собираю пресс-завтрак по теме кибербуллинга. Приветики, как дела? Раньше у меня была хорошая традиция. Я показывала, как проходят мероприятия. Почему-то я о ней позабыла. Совершенно незаслуженно. Сегодня воскресенье, и я решила приехать поддержать Асти. У нее открылся свой салон. В общем, сейчас пойдем посмотрим, что там такое. Молодец она. Ой, как красивая зеленая стена. Я такой на клуб хотел делать. Здрасте. Здрасте. Слушай, ну очень красивая зеленушечка, сиреневая. Я оделась прям под салон. Волосы. Это Кевин Мёрфи. Музыка. Интервьюшка. Класс. Больше всего обожаю такие моменты. Заходишь в туалет. Здесь, значит, все это салфи. Здесь тоже очень хорошо. И том, портик мой, Сантал Блаш. Даже патчи есть. Очень круто. Значит, наконец-то встретились мы. Мы обсуждали, что же мы думали, что мы обсуждали. Мы обсуждали дуалет. Что я зашла, я говорю, это было крутое место. Здесь нереально красиво. Чем ты гордишься больше всего? Честно, дизайном туалет. Нет, на самом деле всем, потому что мы не спали совершенно и в отпуске. И вообще каждую секунду мы поделали этот проект. Потому что он на самом деле, как и вечно наш. Нас поделал первый дизайнер. Потом в эти сроки пытались сделать другие дизайнеры, что-то. В итоге почти там какую-то больше чайку, наверное, придумали. Пища каких-то мы. Да, я бы сказала, я хочу так, я хочу это, я хочу вот это. Самое мое большое достижение в этом салоне, это, конечно, туалет. О, Господи, да. Я срегрил, я хочу магически сделать. Всем приветики. Это суббота, 11 утра. Переход на площадь революции. Станция в Москве, Никольская, ГУМ. Самый центр. Я иду на пресс-завтрак Кати Адушкиной. Она решила собрать ребят и обсудить вопрос кибербуллинга. Неожиданно. Чтобы успеете, обязательно с вами друг другом познакомиться. Попокатироваться темой сегодняшнего завтрака. Масла Урри. Тайные журналисты на завтраке у Кати Адушкина. И еще вопрос кибербуллинга. Это не очень модно обсуждать, потому что все уже к этому привыкли. Но есть шанс, что сегодняшняя встреча и вывод этой темы в офлайн, он что-то изменит. Поэтому добро пожаловать. Здравствуйте. 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 Так, друзья, во-первых, я бы очень хотела сказать огромное написать спасибо за то, что вы нашли время, за то, что вы пришли. Вот, сегодня я бы очень хотелось рассказать мою историю. Давайте для того, чтобы понять, как вообще общаться с хейтерами, что с ними делать, для начала просто проголосуем, кто вступает в диалог с хейтерами в социальных сетях. Есть такие люди здесь? Типа, когда вам что-то написали, и вы им отвечаете в комментариях. Да ты вообще себя видел! Не вот такого, ни у кого. Я обычно шуточно отвечаю. Я сначала отвечаю на негатив, что ты вообще знаешь, кто ты такой, а потом удаляю, такая, ладно, все. Но не отправляешь, ты написала, удалила, не отправляю. А потом мне пишут, мама, зачем ты знаешь, отвечаешь, руда, действительно, удаляю. Я вообще всю жизнь, сколько я себя помню, хейтят, просто с самого моего начала. Ну, а также я могу сказать... Денис, ты перепела, хейтят тебя вообще в жизни или именно в интернете? Не-не-не-не. Ну, слава богу, нормально все было в школе, тоже меня не обижали, но комплексы все у меня были в основном с внешностью, там, ресницы. Как и у любой девочки. Ну, да. Но у меня это было прям жесть с кожей, то, что она у меня до сих пор не идеальная, но как-то стараюсь лечить. В общем, ладно. Что? Идеально это как? Ну, не знаю, Катя, например, идеально, у меня нет. Вот это вот, я просто... Да, да. Началось, все, давайте, давайте сейчас показывать, что не так. Катя Адушкин, это блогер, девочка, которая танцует, и вот она сейчас выпустила песню. Ваш хейт, это просто мой пиар. Выпустила она ее по причине того, что она столкнулась с очень активным наплывом хейта в интернете. Это может прозвучать забавно из серии, ну, господи, у нее все есть, вот она капризничает, что ее хейтят. Но, вы знаете, я побывала на этом завтраке, пообщалась с ребятами и пришла к выводу, что я с ужасом представляю, что это такое столкнуться с хейтом в этом возрасте. Катя 15 или 16 лет, и она довольно популярная. И я представляю, что если бы я в 15 лет столкнулась с таким наплывом агрессии и оскорблений, я не знаю, что со мной было бы, мне было бы очень тяжело. У меня пару месяцев назад была такая ситуация, что, ну, я снимаю сториз, бывает, каждый день показываю, что я делаю. И один парень, который на протяжении где-то года мне писал сообщение в директе, но я как-то серьезно к этому не относилась, но пишет, ну и пишет. А тут так получилось, что по моим местоположениям я ходила на концерт группы, а как бы это узнать в интернете очень легко, адрес. И после этого концерта я спустилась в метро, мне проехать буквально по амустанции было. И он сел со мной в вагон, проехался до моего дома и стоял возле моего дома, писал моим друзьям, у которых открыты ЛС, о том, что он меня ждет, что он хочет тут знакомиться. Он приехал с подарками, и когда я звонила в полицию и говорила, что парень стоит, тогда еще мороз был, это час ночи, где-то, я говорю, он стоит уже 2 часа там. И на что мне полиция отвечает, ну, может быть, он просто хочет с вами познакомиться, что-то так грубо к нему. Вот что делать с хейтерами, вот как вы себе представляете, если бы вы оказались в ситуации буллинга, я не знаю, напишите в комментариях, сталкивались ли вы или кто-то, может быть, из вашей семьи с буллингом в школе, в институте, как вы с этим справлялись, что приходилось делать, чего вам не хватало, это самое главное. Что сегодня, как можно помочь молодым ребятам, в частности, потому что я считаю, это зона риска, группа риска, именно молодые ребята, не сформировавшиеся, это то, с чего я начала. Я в 15-16 лет, это, во-первых, гормональный всплеск, во-вторых, ну, ты вообще не понимаешь, как себя защитить, потому что ты не знаешь, кто ты такой. И тебе кажется, что, ну, и все люди вокруг имеют на тебя очень серьезное влияние и давление. Ну, короче, в 15 лет с грубостями справляться сложно, я это представляю. Спасибо, что были со мной на протяжении всего этого выпуска. Извините, что пропала так надолго. Обещаю больше не пропадать. Я надеюсь, что вам все понравилось. Прямо понравилось. И вы классно провели время. Может быть, какие-то для себя нашли интересные моменты. Может быть, вас что-то вдохновило. Может быть, да может быть, просто вы пили кофе и у вас на фоне был мой влог. Я буду рада, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал. И если оставите в комментариях героиню, которую я могла бы снять для следующего выпуска. И я буду работать над этим. Я постараюсь сделать все, чтобы она у меня была на канале. И вы посмотрели, что это за человек. Целую вас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok